Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в игру Звездные Истории Сквозь Горизонт. Какой отличный денек! Судя по наблюдениям Верданы, ты достиг подземного прохода, у тебя было мало времени и местные песчаные креветки и зомбетки уже, вероятно, унюхали тебя. Просканировать зону впереди на предмет опасностей. Давайте так и сделаем. Ты потратил некоторое время для того, чтобы настроить сканер, но не нашел ничего в итоге впереди. Пока ты возился, одна из креветок нашла тебя. Ну что же, она сама напросилась, поэтому давайте по-воему ее разберем. Ну что же, коррозийный фазер? Нет. Малый бластер, я думаю, будет самое то. Ах, ты мелкая! Хорошо, получи еще разок. Ну что же, победа за нами. Ты хоть что-нибудь оставишь после себя, а? Креветка, лом. Пещера была тихой и прохладной. Ты мог видеть выход вдалеке. Замечательно. Мусор был разбросан по пещерей. Издали послышались выстрелы, бластеров и крики. Слева обходи! Да, слева, идиот! Это там! Где у тебя левая рука? Ну ты дуби! Голос умолк, но выстрелы не стихли. Снейкап и подготовить белый флаг. Нет, я думаю, Снейкап сделаем. В нескольких метрах от вас двое рейдеров сражались против боевого робота. Дроид выглядел старым, но это не мешало ему сдерживать соперников. Кроме того, один из бандитов уже был серьезно ранен. Ну что же, давайте атаковать, наверное, бандитов. Погоди, погоди, ты уверен? Ты резко обернулся на звук, приготовившись обороняться и увидел голограмму. Меня зовут Весельчак Пит, и я бы остерегался от того робота. Игнорируйте его и продолжить атаку бандитов. Прислушаться к нему и атаковать бота. Нет, давайте первое возьмем. Ага, ну что же. Бандит. Ну-ка, давайте, наверное, энергетической дубинкой его разочек нет. Подождите. Корзина и гранаты. Я даже не знаю, что против них. А вот, дымовую. Она, по крайней мере, делает стамп. Оттягив дубиночкой. Фигово как-то, ребята, получается, что у нас здесь. Готов. Огурец. Уносите, кто там следующий. Продолжаем путешествие. Нет, зачем? Почему ты помог этой машине убийства? Он же держит меня тут уже 114 лет. Убей его, и я стану твоим верным помощником. Весельчак Пит выглядела безумно от горя. Бот отвернулся и поврел дальше по пещере. Давайте, наверное, игнорировать его вопли и последовать за ботом. Зачем же нам его атаковать, если мы его сейчас только что защищали? Робот обернулся в вашу сторону. Приветствую, человек. Не слушай ИИ. Он опасный вирус, который был создан для того, чтобы захватить тела аугментированных людей и убивать их. Вердана? Это правда? Кто ты и что ты делаешь? Давайте второй тогда с вами выберем. Я страж, охраняя искусственный интеллект, созданную из воспоминаний опасного преступника-весельчака Пита. Он виновен в гибели миллионов людей. Кроме того, искусственный интеллект разработан на базе вируса, поэтому он может взламывать все возможные системы и брать их под свой контроль. Я знал, что ему нельзя доверять. Мы существуем вместе уже больше сотни лет. Искусственный интеллект хранится в моем главном чипе, но моя система спроектирована так, что он не может ее контролировать. Сделай мне одолжение, уничтожь Пита. Возможно, для этого придется активировать мою функцию самоуничтожения. Я не могу сам этого сделать. Так, знаете что возьмем? У меня есть идея получше. Искусственный интеллект бота-охранника. Сознание робота, который исправно нес свою службу на протяжении сотни лет. Взять. Удалось. Вы загрузили данные с чипа дроида. Искусственный интеллект робота теперь у вас. Осознание весельчака отформатировано. Возможно, когда-то вы сможете найти новое тело для дроида-стража, который верно нес свою службу больше столетия. Покинуть пещеру. Так, и куда же мы направляемся? Ты наткнулся на кучу ржавого мусора. Исследовать, конечно же. Лом получили. Ну что же, лом тоже пригодится. Чем ближе ты подбирался к выходу, тем сильнее было твое ощущение, что с той стороны что-то угрожает. Ну и что же там может нам угрожать? Ты поднялся наверх из пещеры и обнаружил себя посреди темного куска земли. Твой путь лежал вперед. Ты не хотел надолго задерживаться тут. Что это за место, Вердана? Мои сенсоры принимают волны подозрительной силы. Вердана запуталась. Но твои глаза были сенсорами в сотню раз лучше. Это место вызывало у тебя мурашки. Так, ну что же, конечно, продолжим. Для чего мы все это делаем? Конечно же, надо идти. Корзин и фазер. Ладно. Правда, он у нас... Интересно, какие приключения ожидают меня? Командир, я хотел бы взять некоторые замеры для нашего исследования, сказал Вердана. Хорошо, давай сделаем. Скажи мне, где копать. Ух ты. Испепелитель. Чертеж мы нашли и Иридий. Отлично, забираем все. Пока ты производил замеры, ты также смог собрать немного полезных ресурсов. Вердана была не очень заинтересована в практичных ресурсах. Она была больше про материю, жидкости и волны. Молодец какая. Ты увидел группу бандитов, которые ругались друг с другом. Самый сильный забрал у всех остальных их скарб. Ты бы мог отобрать все у него. Ну что ж, давайте побьем этого бандита. А почему бы нет? Что, интересно, такое скарб? Да вот уж дудки тебе. Блин, надо подлечиваться, по-моему, ребята. Давайте домовуху бросим. И малый бластер. Нет, давайте, наверное, болеутоляющий. Вот, это уже другой разговор. А теперь будем его бомбить. Черт, надо еще что-то... Оу, у меня оружие закончилось. Так. И все равно этого мало. Вообще мне уже нечем бомбить. Плюс кулаками тогда... А, нет, это же корзинная граната. Нет, давайте руками. Готов. Очки только разбились. Продолжаем наш поход. Углерод и иридий получаем. Поехали. Ну что, вас это не развлекает? Ты почти подобрался к центру темной области. Было чрезвычайно тихо, будто на паузе. Не было ветра, и песок едва двигался под твоими ногами. Странное, конечно, местечко. Ладно, поехали дальше. Даже злополучные креветки, на которых ты повсюду натыкался, отсутствовали тут. Это было неправильно. Вся жизнь будто была выкачана из этого места. Командир, я обнаружил металлическое образование впереди. Ну что же, давайте выберем тогда, наверное, подойти к металлическому объекту. Ты подобрался ближе и начал раскапывать голыми руками. Наконец, ты добрался до какого-то корпуса, похожего на ящик. Вы что, не знаете, что делать с замками, командир? Ну, конечно же, взломать его. Это оказался старый бот, а замок охранял его процессор. Ну, по крайней мере, теперь он не нападет на тебя. Ты смог разобрать его на полезные детали. Да, лом нам всегда нужен. И получаем иридий, и масло. И лом еще получили. Точнее, нефть там еще была. Так, ладно, давайте-ка мы сгоняем с вами на базу, посмотрим, что мы сможем сделать. И выгрузиться, конечно же, надо. Добыто в путешествии. Создание. Технологии. Ну, технологии нам не нужны на данный момент. Так, что мы можем создать? Дымовая шашка. Так, нанобинт. Оружие. Ручной испепелитель. Вот его там нам и надо сделать. Три огненного урона. Короче, он бьет огнем. Ага. Ботинок нету. Мы не можем их сделать. Отмычки. Блин, не хватает немножко-то буквально. Так, и граната. Ну, это стан. Переработка. Мы можем получить углерод и медь. Инвентарь. Ага, вот он, ручной испепелитель. Надо его будет, кстати, забрать к себе. Военное дело. Нельзя изучить. Сами видите, недостаточно ресурсов. Тоже не прокатывает. Ага, вот здесь можем. Хак-вирус. М-граната. Персональный модуль щита будет доступен. Устройство второго уровня. ЗАП-пистолет. Ага, отлично. Только вот где нам все это брать, я ума не приложу. Хм. Ключевая технология военное дело. А здесь-то сколько надо, елки-палки. Для металлической структуры. А здесь мы ничего не можем сделать, к сожалению. Нехватка все-таки ресурсов. Капсул у нас нету. А что, интересно, за капсулы? И как они будут выглядеть, а? Заиграла музычка. Что-то я забыл. Как нам с вами забрать это оружие? С инвентаря. Гранаты. Ага, хак-вирус. Опять же не можем сделать. Слишком дофига нужно ресурсов на набинт. А это уже можно сделать. Восьмочку за руль и пополняет. Так, и щит. Отлично. Оу. М-граната. Надо сделать. Плазмных и энергетических щитов. Все, ресурсы закончились. Так, там у нас пусто. Да, в принципе, можно отправляться дальше, наверное, попутешествовать. Так, а вот это что такое? Как это так делать? Забираем ручной испепелитель. М-гранату. И бинты. А как же мне зарядить оружие-то, а? Смотрите-ка, осталось один из восьми зарядов. Тут зарядов ноль. Из пяти. Интересно, вот так вот я заряжаю или что? Или отключаю? Непонятно. Ладно, наверное, пускай пока так стоит. А мы пойдем с вами далее. Он лежит. Смотрите, какие он книжечки читает. Продолжить путешествие. Какой отличный денек. Внезапно ты услышал щелчок. Похоже, ты активировал ловушку. Решетки вырулись из-под земли и соединились в клетку вокруг тебя. Найти выход, конечно же. Ты поковырялся замком и нашел способ дезактивировать ловушку. Решетки раскрылись, и ты смог выбраться. Ты забрал обломки механизма себе. Пора бы сматываться, чтобы не попасться в лапы к владельцам ловушки. И я с тобой полностью согласен. Мы еще получили лом и сырую нефть. Что это за портал такой? Похоже на то. Вердана была очень воодушевлена. Эти обелиски обладают очень удивительным нульполем. Большие камни выглядывали из-под земли, собранные в круг, будто это какой-то монумент каменного века. Слушай, а почему бы и нет? Вполне возможно. Еще один камень был в середине этого круга. Он был покрыт рунами, которые ты не смог разобрать. Ты осмотрел камень в центре. Все руны были овальной формы. Только слегка изомтые. Совсем слегка. И один из этих кругов выглядел так, будто его можно было вытащить. Ты вытащил в свой карман и ионовый нож и попробовал осторожно подцепить его. Осторожно обработать края камня и вытолкнуть его. Я думаю, что мы с вами выберем второй ответ. Получили углерод. В итоге у тебя получилось и кругловатый камень упал тебе в руки. Ты также понял, как удалить руны с обелиска ради ресурсов. В тот же момент ты почувствовал легкий бриз, будто на секунду все вокруг ожило. Камень казался теплым, его было приятно держать. Убаюкивающее ощущение. Хе-хе-хе. Вот так вот. Достаточно начитался сказок в детстве про темные говорящие объекты, которые ты случайно находишь в каком-нибудь темном месте, полном хаоса. Черт возьми, ты знал, чем эта сказка закончится. И прислушиваться была бы не лучшая мысль. Или, может, нужно было подумать самому. Слушай, я думаю, что да, что-то тут какой-то заманухой пахнет. Так, едем далее. Командир, какую удивительную находку вы обнаружили? Вердана воскликнула. Не могу дождаться, когда мы запихнем ее под микроскоп. Она может открыть столько секретов. Вердана была очень рада этой добыче. Хм, почему интересно? Это было необычно. Это было просто замечательно. Я считаю. И объект, который ты нашел, был довольно необычен сам по себе. Неплохая идея была бы отправиться на свой разбитый корабль и прогнать несколько тестов. У тебя там было некоторое оборудование. Не каждый день ты можешь натолкнуться на говорящие артефакты. Ты себя чувствовал охотником на привидений. Хе-хе. Нет, я бы, наверное, сказал лучше. Охотником на артефакты. Так будет правильнее. С другой стороны, что тебе мешало попробовать поговорить с этим артефактом сейчас? Он же начал с тобой диалог. Это, скорее всего, был какой-то древний искусственный интеллект неизвестной цивилизации. Взять артефакт на свой космический корабль и провести настоящее научное исследование. Подходи поближе, ты знаешь, что ты хочешь. Нет, давайте, наверное, возьмем его на космический корабль и будем делать настоящее исследование. Вердена продолжала болтать про то, как круто будет запихнуть его под плазмолуч и потом облить водой. Ты положил артефакт себе в карман куртки и попрел дальше. Пора было убраться по-добру-поздорову из этого ужасного места. А что же в нем ужасного-то, а? Вердена определила зону, в которой, вероятнее всего, приземлился корабль. Дорога вела через горы, мимо древнего форта. Часть третья. Рациональный подход. Древнее сооружение возвышалось над тобой. Давайте, наверное, будем исследовать форт. Это было похоже на какое-то древнее военное укрепление. Стены были усыпаны неизвестными метками. Ты тщательно осмотрел базу до тех пор, пока не добрался до комнаты с огромной дурой в стене, которая открывала ее всей пещере. А один из обломков твоего корабля пробил стену и устроил погром внутри. Осмотреть обломки на предмет чего-нибудь полезного. Ты нашел ряд старых криокапсул. Никого не было внутри, они были широко раскрыты и покрыты пылью. Правда, одна из капсул отличалась. Через ее стекло проходила трещина. А сама она не была столь пыльной с внутренней стороны. Ты склонился над капсулой в надежде рассмотреть трещину. Как вдруг незнакомый голос прервал тебя? Что, по-твоему, ты тут делаешь? Фигура стояла перед тобой. Это была девушка. У тебя было ощущение, что она взяла тебя в прицел. Так, подняться и отряхнуться в тишине. Ты ранен? Тебе нужны медикаменты? Вау, тут очень много выбора. Давайте, наверное, представимся. Не помню, чтоб я спрашивал твое имя. Девушка вскинула свое оружие на плечо и отвернулась. Мы вроде бы хотели выбираться отсюда. Только избавь меня от своей болтовни. Точно, я понял. Все будет хорошо. Давай выбираться. Девушка проигнорировала тебя и начала двигаться вперед. Я осторожно пойду вперед. Постарайся не сбиться с пути. Она сказала издалека. Ну что же, хорошо. Попробуем. Креветка выпрыгнула из-за камней. Давайте попробуем убедить ее в том, что ее намерение ложное. Хе, получится, нет? Креветка ушла в транс и начала обследовать песок под своими ногами. Похоже на то, что ей было все остальное до чертиков. Забрать все, не оставив ничего. Отлично. Довольно даже хорошо. Огромный форт, воздушающийся среди раскаленной лавы. Абсолютно незнакомая архитектура. Ага, и все. Так, а здесь что у нас? Рядом со старым силовым барьером находился контейнер, защищенный паролем. Ах, черт подери, хак вируса нету. Блин, ну что за засада? И на базу-то нет смысла возвращаться. Можно было бы сделать, но ресурсов нет. Жду не дождусь, чтобы завести новых друзей. Это была очень странная встреча. Похоже, что твоя новая спутница была не из болтливых. С другой стороны, ты не слышал голоса артефакта у себя в голове. Это было удачно. Так, продолжаем с вами идти. Опять какие-то тотемы. Ты увидел группу пигмеев, которые о чем-то спорили. Просто выбить из них дух? Давайте, наверное, их подубасим маленько. Ну что, пигмеи, пора за вас браться. Малый бластер, думаю, в помощь. Ох ты. Вот мелкие гадюныши. Давайте-ка дымовуху. Так, стан они получили. Вот так. Давайте-ка вот так пальнем. Все, готовы. Пигмеи сдохли. И мы продолжаем. Пигмеев разбросало по скале. Ты забрал их по жидке и свалил. Всего лишь нефть. Сырая. Странная конструкция, отдаленно напоминающая телепорт. Око Саурона, напоминающая. Так, ну что ж, ребята, давайте тогда посмотрим, что мы с вами успели набрать и что мы с вами можем сделать. Технологии. Да, наверное, здесь... Ни на что не хватит. Хотя вот это вот... Подожди, это изучено у нас. Блин, ну что за засада. 25. Не хватает всего двух очков. Ну, а здесь вообще бессмысленно. Черт, подери, а. Ну-ка, что у нас тут в инвентаре? Зарядилась ты или нет, а? Оружие-то мое. Лома у нас тоже, в принципе, много. Можем потратить. Хак-вирус. Отмычки, универсальный переводчик. Кстати, пригодится. Вот, всего две. Два переводчика. А здесь не хватает ресурсов. К сожалению, М-граната тоже нам недоступна. Блин, что же делать? Нам нужно как-то с вами зарядить орудие, потому что нет энергии в нем. Смотрите, устройство. А, ну это, которое мы сейчас сделали, получается, да? Вот. По нолям. Слушайте, это какой-то бред. Две пушки у нас вообще. И остался только фазер этот. А-а-а. Как же мне их зарядить? Режим зарядки. Ну, так, по-моему, ничего не происходит. Такое ощущение, что это просто выключаю. Очень интересно. Ладно. Нам только остается ждать. Ждать, надеяться и верить, что все будет хорошо. Продолжаем с вами идти. Они просто не хотели познать. Ты почти достиг противоположную часть пещеры. Дорога вела в руины твоего корабля. Девушка следовала за тобой. Молчаливо. А что, она со мной на корабль идет, что ли, а? Хитренцы, однако. Наконец-то ты нашел свой разбитый корабль. Хорошо, что персональный компьютер Сида имел точные координаты. Это уж точно хорошо. Артефакт снова начал пытаться с тобой поговорить. Но ты продолжал считать креветок для того, чтобы отвлечь себя от его голосов. Ты уже насчитал 640 одну креветку, как попал в свой разбитый корабль. О, нет! Мой высокочастотный квазичерепной анализатор. Посмотри только. Все пропало. Вердана расстроилась. Корабль и вправду был в смятку. Ему не помешал бы капитальный ремонт, если... Ты хотел улететь на нем куда-нибудь. Но тебе нужно было как-то избавиться от гравитационного подавителя. И этот артефакт мог иметь реальные ответы. Ну ничего себе тут замудрили. Слова-то какие-то. Хрен выговоришь. Ну куда ты пошел, куда? Артефакт все пытался с тобой поговорить. Но ты решил, что ты из другого теста и сопротивлялся. Ха! Выкуси! Не получишь моего сознания! Подумал ты. Че нам сделает этот артефакт? Я не знаю. Ты чего тут забыл? И это был не шепот артефакта. Это был кто-то. На тот момент сильно более существенный. Это была группа бандитов. Самый большой из них стоял прямо перед тобой. Давайте мы расскажем ему шутку. Но это чисто уже по приколу будет. Бандит схватил тебя за куртку и прорычал. Эй! Ты думаешь это смешно? Потом он сделал небольшую паузу и загнулся от смеха. Я сегодня получил все, что хотел парни. Он сказал своим приспешникам и ушел. Ты оставил двух бандитов без их лидера. И теперь они были довольно озадачены. Что нам теперь делать? Один из них спросил другого. Ха-ха-ха-ха! Так, сейчас, ребята, сейчас. Просто стой там и дай им время поразмыслить. Креветка. Давайте третье. Повести себя как бандит. Ты разделил взгляды в духе. Я сейчас тебя прихлопну. Но с бандитами похоже, что они тебя зауважали. Пора было уходить. Ну и в чем тут прикол? Я так и не понял, а? Я типа напугал взглядом? Ладно, хорошо. Куда-то опять пришли мы с вами. Корабль был чуть ли не полностью уничтожен. Ему нужен был капитальный ремонт. Если ты планировал пользоваться им для полетов. Ты попросил Вердану засинхронизировать с его ядром. Только так можно было провести опыты над артефактом. Ну, в принципе, да. Только вы не забыли, что Вердана-то что-то там психовала. Мои беспроводные модули уничтожены, командир. Так что вам придется подключить меня через железо. Я не смогу интерактировать с вами некоторое время, предупредила Вердана. Елки-палки, ну и слова, а? Ты подключил Вердану к центральному ядру своего корабля и присел в свое побитое жизнью командирское кресло. Достал книжку и начал читать. Ты взял найденный артефакт и положил его внутрь зоны для сканирования. Вердана взял на себя управление и начал изучение. Был ли этот артефакт связан с тем, что ты упал на планету? Как ты мог использовать на благо? Почему он, черт возьми, говорит? Похоже, что это некий ультраплотный объект, содержащий огромное количество энергии, радиоактивный изнутри. Но никаких признаков того, что снаружи Вердана начала зачитывать результат. Также я улавливаю некие необычные волны, которые передают информацию. Что за информацию? Похоже на какой-то ключ для дешифровки данных. Не воспринимайте за шутку, но мне кажется, что он пытается получить доступ к моим системам. Это очень мощный механизм взлома систем. Вот оно как. Это типа, знаете, как вирус какой-то. Странный очень артефакт. Поехали тогда далее. Твоя спутница промолвала. Твоя слуга не понимает суть вещей. Похоже, что она назвала Вердану слугой. То, что ты нашел, это ключ к бездне. Это тень Васа. И если ее соедини с любым живым организмом, то тень его дотянется до самого ада. Слабым его не унести. Он отменит влияние твоей роли. Ух ты. Так, черт подери, ты о чем? Давайте, наверное, выберем третье. Давным-давно моя цивилизация выиграла великую войну против нашего врага. Вас был источником их силы и их гибели. Мы разбили его на мелкие кусочки и спрятали в разных уголках этой вселенной. Девушка объяснила. То она говорить не хотела, а теперь разоткровенничалась. Ну ладно. Мы изменили мир так, чтобы Вас не смогли обнаружить молодые цивилизации, а сами обернулись к вечному нулевому сну. Мы должны были получить наше сознание вновь, если бы Вас вернулся. Но пока что я единственный, кто вернулся. Я должна найти своих людей, если я хочу остановить Васа. Кто такой вообще Вас? Кто-нибудь мне расскажет? Так, ну что же, ладно. Давайте поехали тогда далее. Командир. С вероятностью в 97,5% эта девушка сошла с ума и бредит. Не говорите мне о том, что вы собираетесь поверить ее сказкам. Скорее всего, ее мозг выстроил их как защитный механизм после столь долгого крясна. Вердана дала о себе знать. Да, Вердана, когда с тобой хочешь поговорить, ты молчишь, а тут залепетало. Я могу выдержать влияние Васа на протяжении долгого времени, но даже меня он поразит рано или поздно. Отдай мне его. Я использую его для того, чтобы пробудить свою цивилизацию. В сердце этой планеты есть зал управления горизонтом. Я смогу призвать свой народ там. А рассказала тебе девушка. Так, ну ладно, давайте, что у нас тут, варианты ответа. Не слушайте ее, командир. Судя по тому, что мы выучили артефакт, вероятно, уже позанимался биоинженерией с ее головой. Если мы хотим выбраться с планеты, нам нужно довериться реальным силам и реальным фактам. И факт в том, что нам нужно уничтожить гравитационный подавитель. Елки-палки, тут вот эти вот термины космические. Я проанализировала энергетические потоки, командир. Мы можем поместить артефакт в наш сол-привод. На выходе получится довольно необычная бомба. Это также позволит нам защититься от влияния артефакта. Мы подорвем источник питания гравитационного подавителя и улетим, предложила Вердана. Ну, в принципе, как бы мысль неплохая. Послушать девушку, отдать ей артефакт, она сможет использовать его для того, чтобы пробудить станцию и горизонт и пробудить свою цивилизацию. Послушать Вердану, соединить артефакт и сол-привод в бомбу. Отправиться к реактору горизонта, про который ты узнал от незнакомки, взорвать его. Это должно обезвредить гравитационную аномалию. Давайте тогда вот, наверное, девушке доверимся. Хорошо, мы должны поторопиться. Вас затаился, но его истинные намерения полностью неизвестны для простого разума. Никто не знает точно, во что он может склонять людей, ответила девушка. Ну что же, значит у нас здесь, наверное, будет какой-то босс Вас? Вас из Дас. Ладно, мы с вами идем далее. В конце этой пещеры лежит проход к сердцу планеты. Нужно поторопиться, Вас становится сильнее, девушка напомнила тебе. Не похоже было на то, что она шутила. Может быть нам узнать друг друга получше? Слушайте, давайте узнаем, как ее все-таки зовут. Надоело так. Меня зовут Ада. Звали. Давно, ответила она. Потом она отвернулась. Спасибо за то, что доверяешь мне. А, как будто бы у меня был выбор. Нет, конечно, я мог бы тут все взорвать к ядрене фене, но мы посмотрим, что тут будет далее. Часть четвертая. Тени и звездная пыль. Странное устройство лежало на земле прямо перед вами. От него исходили угрожающие электрические потоки. Ууу, у меня ничего нету, ребята, кроме как убраться по добру, по здорову. Жаль, вообще ничего не взломать, не безвредить. Группа пигмеев преследует тебя уже какое-то время. Они нагнали тебя. Так, уговорить их и устроить вечеринку. Ну, закинуть вечеринку у тебя не вышло. Хотя, тебе бы удалось заставить их драться друг с другом. У тебя было время, чтобы смотаться. Да, зашибись, я их заставил драться между собой, вместо того, чтобы устроить вечеринку. Ну что же, давайте тогда с вами вернемся на базу. И надо нам все это разложить. Дело, что мы с вами насобирали. Сейчас мы глянем, что у нас тут есть вообще. Хорошего или плохого. Так, добыто в путешествии. Иридий и 90 лома. Ну, слушайте, довольно маловато ресурсов. Ну что ж, давайте тогда посмотрим технологии поди. Но нам надо еще как-то умудриться. Смотрите. Так, зарядов до сих пор, походу, нету. Ресурсы. Ну, ресурсов хватает. Правда, опять же, не всех. Что будем создавать? Так, погоди-ка. Путешествия. Как мне... А, вот. Как мне их зарядить, а? Ребята, я что-то не могу догнать. Сколько уже времени прошло, а как ноль зарядов у них было, так и осталось. Это я забираю с собой, значит не так. Так, может быть здесь... Черт, разберешь. Ага, вот оно как. Ресурс углерод нужен, чтобы зарядить. Так, ну-ка давайте-ка еще... Да что такое-то? Вот. Тут углерод, а здесь что? И здесь углерод. А у нас, походу, нет этого ресурса, поэтому зарядить мы не можем. Но ручной испепелитель на полную катушку. Также, кстати, энергетическая дубинка за счет железа восполняется. Все, будем знать это на будущее. Ну, а на этой ноте я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр и увидимся с вами в следующей серии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok